В Беларуси сегодня отмечают День спасателя. С профессиональным праздником работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Александр Лукашенко. Президент отметил, что белорусские спасатели, приходя на помощь по первому зову, проявляя смелость и героизм при исполнении служебного долга, достойно продолжают дело многих поколений своих предшественников. Особую признательность президент выразил ветеранам, которые стояли у истоков в создании министерства и заложившим основы его дальнейшего развития. Белорусские медики не рекомендуют окунаться в прорубь после перенесенного COVID-19. Даже когда процесс воспаления закончился, могут еще оставаться осложнения со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Лишний раз нагружать организм стрессом не стоит, отмечают в Минздраве. Купание в проруби для неподготовленного человека – стресс. Это может привести к срыву иммунитета и развитию инфекции дыхательных путей, в том числе пневмонии. Массовая вакцинация белорусов от коронавируса начнется в апреле. Об этом сообщает Минздрав. Сейчас в стране прививают только медработников. Когда поступит новая партия препарата, начнут вакцинировать и педагогов. Контракт на поставку 170 тысяч доз подписан с Россией. К весне должны привить более миллиона человек. А в первом квартале этого года в Беларуси планируют наладить собственный выпуск в спутникове. Также медики ведут переговоры с китайскими коллегами по закупке вакцины. Физлицам нужно подать налоговые декларации за 2020 и не позднее 31 марта. Об этом напоминает профильное ведомство. Это можно сделать, посетив налоговую по почте с помощью личного кабинета плательщика, а также через своего законного или уполномоченного представителя. С подробной информацией о том, кто должен представить декларацию, а также с формой и порядком ее заполнения можно ознакомиться на сайте министерства. Уплатить подоходный налог физлицу нужно не позднее 1 июня. На этой неделе синоптики прогнозируют резкую смену погоды. Температура повысится до нуля. Ожидаются дожди и мокрый снег. Медики отмечают, что метеозависимые люди в этот период могут почувствовать недомогание. Врачи советуют больше отдыхать и избегать физических и эмоциональных нагрузок.